МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришло время начать новый, девятый сезон популярного телепроекта на ТВС-21 Директ Денвьяцца. Старые правила – новый герой. Никаких сценариев, никаких спецэффектов, только реальные события и искренние эмоции. Наш новый герой – это человек, которым движет по жизни жажда приключений. Отмечу также, что это сильная, целеустремленная, красивая, молодая, успешная и талантливая женщина. К тому же замечательная мама. Остальное вы увидите сами. Смотрите Директ Денвьяцца. Люся Тихман. Мама троих ребятишек, певица и просто красивая женщина. С самого раннего детства Люся занималась музыкой. Девять лет музыкальной школы по классу скрипки и фортепиано привили будущей звезде любовь к прекрасному. Страсть к искусству она сумела сохранить на всю жизнь. Сегодня сложно представить Люсю непоющей. Но несмотря на множество концертов, студийной работы и репетиций, Люся прекрасная мама, любящая жена и замечательная хозяйка. И как настоящая женщина, Люся всегда находит время, чтобы поддержать свою молодость и красоту. Тренировки, салоны, стилисты. Иными словами, она всегда на высоте. Тренировки, салоны, стилисты. Тренировки, салоны, стилисты. Ой, там кто-то лает. Привет! Как вы уже поняли, мы в гостях у Люси Тихман. Вы как раз успели, мне надо, я очень не знаю, мне надо собрать ребёнка в садик. Пошли. Одеть. Застали Люсю всю в утренних хлопотах. Отправить старшего сына в школу, собрать младшего в садик, проводить мужа. Именно так начинается звёздный день нашей героини. С улыбкой на лице, играючи, Люся справляется со всеми своими домашними заботами. Да, не мешал маме спать. Нет, не мешал. Пока. Скажи Полине Андрею пока, до свидания. Ероша, помахай ручкой. Сейчас. До свидания. Тусите булки. Выброси, выброси это. Всё? Теперь можно пойти позавтракать, пообщаться. Отлично, идём. Чем будешь угощать? Ой, чем я буду угощать? Я ещё не знаю. Буду угощать своим пирогом фирменным. Мне рецепт дала моя подружка. Твороженый из творога и брынзы. Присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Кофе, чай? Кому кофе, кому чай? Чай, если важно. Чай. Я очень люблю готовить. И только я и готовлю. Поэтому, как бы, это моё, такое, можно сказать, второе профессиональное занятие. Вот, поэтому каждый день вот так вот начинается моё утро. И оно так начинается, что как бы, что я уже, можно сказать, что у меня уже прошло полдня. Потому что оно очень насыщенное, очень подвижное. Но ведь три мужчины в доме, это так непросто. Как ты с этим справляешься? Приходится, что делать. Конечно, есть дни, когда очень тяжело, когда как бы муж понимает, забирает меня. Выезжаем куда-то. Так, какой-то пучаёк. Есть ромашка, есть шиповник. Есть такое, есть такое. А я тебя теплом согрею. Я всё смогу, я всё смею. Бальсами. Итак, мы находимся в гостях у молодой мамы, красавицы и знаменитой певицы Люси Тихман. Как дела? Как настроение? Хорошо, отлично. Давай немножечко пообщаемся с тобой, узнаем о тебе чуть побольше. Расскажи о себе, о своём детстве. Как ты начала заниматься музыкой? Детство у меня насыщенное, бурное, потому что я очень хотела пойти на танцы, очень хотела танцевать. Но по определённой ситуации, случившейся, у меня это не получилось. Я попала в больницу. Но когда я, мама меня уже решила отдать всё-таки на скрипку, музыкальную школу, в больницу я не попала. Поэтому я считаю, что это какая-то, наверное, судьба даже. Потому что всё-таки действительно, да, как вот решила на танцы в больнице, решила на музыку, скрипку, как бы уже всё было окей. Ну, так я поступила в первый класс в музыкальную школу по классу скрипки, которая мне не нравилась. Я ходила на экзамены, я её нечаянно роняла. Нечаянно. Вот. Но благодаря, конечно, моей маме я всё-таки закончила музыкальную школу, 9 классов по скрипке, фортепиано. Вот. Также при школе был хор, где мы участвовали. Мы ездили в Румынию, в Грецию, привезли для Кишинёва серебряную медаль, второе место. Вот. Как бы вот это вот школьное моё вот такое, да, начало было музыкальное. А когда ты поняла, что тебе нужно петь сольно? Я поступила в колледж педагогический, при котором у нас был ансамбль Мангина, где участвовали девочки, да, мы везде выступали. Вот. Но потом понятно, что один курс закончил, другой курс закончил, да, и осталось как бы, что вот мне пришлось просто как бы я уже пела сама, и у меня был руководитель Штефан Андреутся, с которым мы уже начали ездить, начали петь, работать. Были в Москве, были в Киеве, пели в больших залах, пела на иврите, на идише. А вот так началась сольная карьера, пока я не встретила своего прекрасного любимого мужа, который как бы увидел, можно сказать, увидел, влюбился и женился. И здесь уже началась семейная жизнь, конечно, дети. И я ушла с музыки, ушла с сольной карьеры, как бы не продолжила, к сожалению, этот путь. Но, к счастью, родила прекрасных деток, вот. И считаю все-таки, что эти 10 лет были никак для меня не каким-то перерывом или что-то еще. Я как бы родила прекрасных деток, я воспитала их. И вот решила вернуться все-таки в сольную карьеру, потому что, как любой творческий человек, без этого не может, его к этому тянет. Я без этого спать не могла, ничего. Я видела себя во сне, везде на сценах, на сценах. Как оторвали у ребенка игрушку. А мешает ли семейная жизнь твоей сольной карьере? По-любому семья должна привыкнуть к тому, что мамы нету, мама там поет, жена, когда, допустим. Но могу отказаться от каких-то выступлений, да, если я вижу, что как бы я не могу, это надо куда-то ехать. Это как бы поздно прийти. Вот. Поэтому я всегда пытаюсь уделить больше внимания, чтобы они этого не чувствовали. Они меня поддерживают. Деткам очень нравится смотреть маму по телевизору. Они так же любят все мои песни, слушают дома, в машине, смотрят мои клипы. К тому им нравится мое творчество, они гордятся. У тебя на шее всегда висит звезда Давида. Да. Насколько вы привержены именно традициям, праздникам? Соблюдаете ли вы какие-то праздники? Может, у вас есть какая-то собственная семейная версия? Ну, я закончила, я как бы родилась, да, при еврейских традициях. Закончила еврейскую школу, закончила еврейский колледж. Детки мои ходят в рейский садик, в рейская школа. Дочка учится у меня сейчас в Израиле. Конечно же, мы крутимся, да, в этом всем. И всегда есть традиции, потому что дети должны знать свои традиции своего народа. И мы соблюдаем, пытаемся, стараемся даже соблюдать больше, чем надо. Потому что есть иногда такие семьи, да, которые как бы... Но когда дети-то учатся в еврейских школах, когда им это все рассказывают, конечно, ненормально. Если он знает, что у нас сегодня ханук, и что мы не должны как бы зажигать свечи, да, вот, ханукию. Поэтому я пытаюсь все-таки деток воспитывать в еврейской атмосфере, с праздниками. У нас с мужем свадьба была хупа. Ну вот, очень красивая традиция тоже, очень красивая церемония. А расскажи, пожалуйста, поподробнее о вашей свадьбе. Ты, наверное, была самой красивой невестой в городе? Ну, да, каждая невеста знает, что она была самая красивая. Ну, конечно же, я была самая красивая. Свадьба у нас была, конечно, запоминающаяся очень. Говорю, так как была эта хупа, раввин нас, можно так сказать, привел к браку, да. Это все очень красиво смотрится. Меня вели моя мама и мужа мама. Мужа вели мой папа и его отец. То есть такая традиция. Вот. И четыре свидетеля мужчины, которые держали хупу. Любите ли вы отдыхать, путешествовать? Может быть, у вас есть какие-то особые запоминающиеся семейные поездки? Мы очень любим ездить, отдыхать. Мы объездили, конечно, не всю Европу, но можно сказать, что я любитель вообще ездить на машине, так как я боюсь летать. Вот. Я на машине ехала и в Германию была, и в Чехии, и как бы очень много объездила на машине. На самолете также у нас очень много было поездок. Это мы очень запоминаем, что это на лайнере Коста Луминоса. Мы ездили в Норвегию по норвежским фиордам. Это, конечно, очень красиво. Это очень страшно. Сам этот лайнер, северное норвежское море с волнами. Это можно сказать, что эти семь дней на корабле, они у меня просто, так, они у меня где-то в памяти, потому что я все время боялась, потому что я все время качала. И уже это были такие волны, я на самом деле такое видела только в кино. А любишь ли ты какой-то экстремальный отдых? Может быть, роп-джампинг? Раньше я очень любила, когда у меня не было детей. Меня можно было, мы ездили в горы, я с горы могла лететь с лыжами, без лыж, без палок, с палками. Меня можно было найти везде просто. Я очень люблю спорт. Как, конечно, я родила деток, у меня сразу включился такой вот момент уже ответственности. Я уже поняла, что я не могу лезть на гору, что я не могу делать то, что я все-таки детки. Детям нужна мама. Люся, расскажи, пожалуйста, чего ты боишься? Есть ли у тебя какие-то панические страхи? Кошмар, у них много. Я очень боюсь летать. Очень сильно. Но при этом я могу три дня не спать. Мне может все другу сниться, как мы падаем. Сниться там, что все плохо, что... Ну, это вообще на самом деле я три дня в себе не нахожу места до полета. Я смотрю всякие какие-то в интернете, в ютубе нахожу турбулентности, то, чтобы понимать, что это такое. Короче, накручиваю себя конкретно. Когда еду в аэропорт, это тоже ужасно, как бы, состояние. Но когда я сажусь в самолет, как бы, в принципе, мне, я могу и ничего и не принимать, да, никаких лекарств. Я могу выпить, там, 50 грамм виски для храбрости. Но когда я уже в самолете, у меня страх этот пропадает. Что бы ты в своей жизни никогда бы не сделала? Не прыгнула бы с паршюта. Никогда бы не сделала. Почему? Ну, не знаю. Вот я бы никогда бы не прыгнула бы с паршюта, не прыгнула бы с этих резинок. Даже не знаю, как называется этот вид спорта. Вот почему-то, я не знаю, но вот у меня первое. Просто меня приглашали очень много раз. И, конечно, для меня это мне только зовут. У меня сразу не поднялось бы на фуникулёре, на какую-то гору, что я не делаю. Не навяжу этих фуникулёров. Вот, как бы, именно такие вещи меня очень сильно пугают. Меня очень пугают вещи, которые не на земле. Какие у тебя дальнейшие планы на будущее в твоей семейной, личной жизни? Ну, и, естественно, в профессиональной, в творческой. Кто меня знает, знает, что я никогда не люблю загадывать. Мой муж даже, когда планирует какие-то поездки, он мне ничего не говорит. Я живу сегодняшним днём, благодарна сегодняшнему дню. Что было дальше, я не знаю. По творческой деятельности то же самое. Как бы, да, я сегодня хочу отдыхать, допустим, да. Что мне завтра придёт в голову, я не знаю. То, что, да, я хочу сейчас снимать клип на песне «Приулки любви». Может быть, мы даже попадём на съёмки. Пока вот по творческой так. А как оно будет дальше, я не знаю. Потому что я такой человек. Сегодня у меня может быть так, а завтра у меня может быть всё по-другому. Сегодня я хочу петь, завтра я могу вообще не захотеть петь. Как бы, я очень в этом плане, мужу моему со мной непросто и не скучно, можно так сказать. Спасибо, Люся. Вот такая вот наша знаменитая молдавская певица Люся Тихман. Пусть она и не любит загадывать на будущее, но планы у неё грандиозные. Мы же пожелаем ей успехов. Люся, спасибо за приятный завтрак, за приятное время. Мы узнали о тебе очень много нового. Вам спасибо большое, что пришли на мой завтрак. Вкусно, надеюсь, вам было вкусно. Подтверждаю. Люся очень вкусно готовит. Мы с тобой не прощаемся. Мы говорим тебе до свидания и до завтра. До завтра, пока. Пока. Так прошёл первый день с нашей новой героиней Люсей Тихман. Завтрашний день приоткроет нам ещё больше завесу тайны её жизни. Оставайтесь с нами и смотрите Директ Дену Ятса. Завтра мы вместе с нашей героиней окунёмся в мир высокой моды. Посмотрим, как проходит подготовка к показу. И даже примем участие в нём. Какой предстанет перед нами Люся в образе модели, вы узнаете в следующей серии программы Директ Дену Ятса. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова